МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"За тремя зайцами". Столичный опыт ускоренного оформления импорта и экспорта. Пара часов вместо трёх дней. На что пришлось пойти в Астане, чтобы обеспечить комфортные условия участникам внешнеэкономической деятельности? Чем ответили предприниматели? Обо всём в этом выпуске программы «Транспорт и логистика». 65-й и 67-й шаги плана нации предполагают интеграцию Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки. Так уж сложилось, что географическое положение республики нет, даже не намекало, а прямо кричало, немедленно меня используйте. Что, собственно, и было сделано. Несколько лет непростой, нужно сказать, работы, и Казахстан весомый игрок глобальной транспортной системы. Доходит уже до того, что на Суэце опасаются Западной Европы, Западной Китай и активизирующиеся Каспий. Но на достигнутом в Казахстане не останавливаются и прорабатывают новые логистические решения. Вот, к примеру, крупнейший коммерческий центр Китая Чуньцинь товары, откуда нужно доставить в Европу. Вариантов несколько. Через Шанхай, бассейны двух океанов, Дубай, затем с самолётом до Амстердама. Недёшево, да и схема Rail Ocean Air. Достаточно хлопотно и затратно по времени. И казахстанский упрощённый вариант Rail Air. Через Харгос или Достык, до Астаны или Алматы, а там с самолётом. Есть вариант на Стамбул через Каспий. Всё дешевле и быстрее. Тем более, что в Казахстане сегодня оптимизируется и железнодорожная сеть, а контейнерным поездам так и вовсе зелёный свет. Казахстан они пересекают всё быстрее. Одной сетью транспортных артерий сыт не будешь. Вот страна уже выходит к океану, физически оставаясь там же, в центре Евразии. К 2020-му сеть транспортно-логистических центров будет сформирована в Казахстане. Всего ТЛЦ планируют 200 тысяч квадратных метров. Это, собственно, позволит подняться, в частности, в рейтинге LPI, индексе Всемирного банка, по которому оценивается логистический комфорт в стране. Ну а там и увеличение количества рабочих мест и вклад в рост ВВП, ну и логично, увеличение транзитных перевозок. Конкретный пример того, как будут выглядеть ТЛЦ страны, столичный центр. Сам весь комплекс транспортно-логистический центр был открыт, дан старт главой государства полтора года назад. Склады наполнены, объемы есть, хранение круглогодичное при разных температурных режимах. Однозначно клиентам удобство во времени, издержки денежные, что облегчает работу бизнеса и, конечно же, влияет на конечную цену товаров народного потребления. Для клиентов, точнее, для хранения продукции, максимум комфорта. Погрузить, выгрузить здесь можно в 24 автомобильных доках. Холодильные камеры с возможностью выставления температуры от минус 24. В овощных камерах климатоустановкой можно установить температурный и влажностный режим, чтобы сохранить вкус и внешний вид капризных овощей и фруктов на протяжении нескольких месяцев. А всю плодоовощную продукцию здесь еще могут отсортировать, откалибровать, вымыть и расфасовать. И если еще пару лет назад удивление и восхищение вызывал сам ТЛЦ, то сегодня уже методы работы. Сегодня открыто так называемое одно окно. Мы считаем это очень большим достижением. Здесь наши грузоотправители могут получить все необходимые услуги. Работают и представители железной дороги. Также возможно пройти фитосанитарный и другие виды контроля. Раньше все это находилось в разных частях города. Сейчас же в режиме одного окна все это можно пройти за полтора-два часа. Транспортно-логистический центр высокого класса – это в первую очередь комфорт для участников внешнеэкономической деятельности. Привозят бизнесмен товар в столицу или увозят его из зоны. И получают не только современные камеры для хранения любой продукции, но удобство и комфорт, к примеру, во время таможенной очистки. Теперь ему не нужно эту бумагу брать в начале проспекта Республики, а эту у ветеринарного инспектора в центре. Еще одну подпись, кажется, забыл. Снова на Республику. Раньше это занимало трое суток, потом это довелось до одного дня. Сегодня это занимает час-полтора, потому что если раньше на станции 40-й, где грузятся вагоны, допустим, клиент должен был погрузить вагон, далее он должен был направиться на проспект Республики и карантинную, фитосанитарную, таможенные оформления пройти, снова вернуться на станцию 40-й уже для оформления накладной и отправления груза. Это занимало время, полтора-два дня. Сегодня он может прийти в одно место и получить весь спектр услуг за один час. Мы работаем очень оперативно. Мы делаем заказы в головной офис. Сейчас мы можем делать здесь, в офисе. И в течение нескольких дней мы получаем разрешение. Риф-контейнеры находятся на нашей площадке. Оперативно мы их загружаем. И в течение 3,5-4 суток наш груз уже находится в Ташкенте. Обратно мы уже получили очень много разных товаров, плодовочную продукцию, виноград, гранат, помидоры и так далее. То есть с Узбекистана станция Чкурсай в контейнерной площадке к нам груз идет в течение 4-5 суток. На радость грузоперевозчику сегодня не только выстроенная инфраструктура, но самое главное – стремление угодить всем желаниям. Хотите скорость – пожалуйста, пунктуальность. И это тоже имеется. Возить нужные объемы – да пожалуйста. Клиент может осуществить оплату железнодорожного тарифа. Также представители всех видов подвижного состава грузовых, зерновых, крытых, полувагонов. Это специалисты КТЖ-экспресс, контейнерных перевозок. Могут предложить автоперевозки. Также осуществляются перевозки от двери до двери. Даже если будет задействован морской транспорт на Каспии, могут посчитать и фракт. Если откуда-то груз прибывает, в аэропорт, и далее авиаперевозку тоже осуществить. И страхование, и весь спектр услуг. Бизнес на такую заботу реагирует соответственно. Бизнес вообще отзывчивость, понимание и искренность чувствует очень тонко и работать старается с теми, кто все это может дать. Если иное, конечно, не предусмотрено. Теми или иными обстоятельствами непреодолимой силы. КТЖ-экспресс может вам дать цену туда и обратно. То есть это будет намного выгоднее. Если вы покупаете просто какой-то товар, это будет немножко, может быть, дороже. Поэтому в планировании вы можете это учитывать. То есть, понимаете, в течение года я знаю, какая цена будет на моей перевозке. Летом, например, когда нужно было срочно что-то привезти на автомобильный транспорт, автомобильный транспорт сразу от 2 800 долларов он может до 7 000 долларов играть. Поэтому это для наших ритейлеров, гипермаркетов, супермаркетов это как бы ненужные сюрпризы. Поэтому самое такое надежное это как бы железнодорожный транспорт. Это все прозрачно. То есть как бы тарифы, заявки. Уже мы знаем цену, сколько я уже... Какой тариф будет, значит, моя продукция в Узбекистане. То есть я могу уже моим покупателям в Узбекистане, клиентам уже давать конкретную цену. То есть в автомобильную, то есть сегодня может быть одна цена, завтра другая. То есть как бы, ну, есть такой момент колебания цен. От сезонности. От сезонности. А в КТЖ-экспрессе зимой и летом, в сезон, не сезон. Цена одна. Поэтому как бы это очень выгодно для клиентов наших. Логистический рынок страны сегодня активно развивается. Но пока, если объективно, все же отстает от зарубежья. Новые маршруты и транспортные коридоры, которые создаются в республике ускоренными темпами, открывают новые же возможности. К примеру, грузы из Астрахани или Волгограда на Алтай возить будет удобнее через Казахстан. Ну, а к развитым логистике и дорожной сети подтягиваются и сервисники. На трассах возводят не только платные туалеты, но и кафе, ствол, гостиницы с соответствующим сервисом. А остановка в некоторых местах уже не связана с риском получить пищевое или, куда хуже, эстетическое отравление. И это светлое, ничем не омраченное будущее уже все ближе. Да и добраться до него все проще. В том числе и по новым дорогам, в пересечении которых в Казахстане все чаще встречаются современные высокотехнологичные комплексы, способные сделать в том числе и нашу с вами жизнь на порядок лучше. Редактор субтитров А.Семкин